Четыре команды, три матча и только один слот в полуфинале. На связи Антон Сокович и разбор турнира. Плей-ин в вышке. Поехали! ФСК победитель, команда настроения. И когда летит, способны обыгрывать любого соперника. Со старта гости здорово находили свои броски, но ужасный релиз портил всю картину. Второго шанса микрорайончики не дают, а дуэт Володькин-Детликович уносит далеко вперед на табло. Старт на ради 10 минутки не внушал оптимизма. С передач Кудрявцева прилетает еще 7 баллов, но подопечные Бориса Каноника сжали зубы и сумели вернуться в игру. Хорошо заиграли больших, а будь виршич точнее и забей сверху ерш, уже разница была бы однозначной. Стабильности Плюто хватило на равную четверть. Увы, но развить локальный успех во второй половине не удалось. Суета и потери в атаке. Защита позволяла хозяевам совершать много свободных бросков. Серия точных дальних убивает интригу. Пару капитанских трех от Лешкевича уже не спасают от разгрома. Игра перешла в режим доигровки. Володькин забрал лучшего снайпера. Козлов добавил еще 14 пунктов. У ФСК Плюто и Вобещевич закончились двузначными. Ну и мы констатируем, что 24-е дерби остается за Серебрянкой. ФСК, спасибо за отличный сезон. По схожему сценарию стартовали БГУ и Сойтекс. Студенты неплохо создают, но подводят завершение либо своевременный фолк соперника. Нарушения полностью сбили темп игры. Баранов и Дембицкий соорудили задел, а Кулевцов заткнул сирену мощным проходом. Стоило хозяевам переключить передачу, как студенты совсем перестали успевать. Где не получалось сразу, работу доделал второй темп. БГУ проснулись ближе к большому перерыву. Лабор дал 7 пунктов. Потеря концентрации стоила Сойтексу двух неспортивных. Правда, все больше гостей нагружались полами. Пару точных от Ольхименко окончательно расслабили красно-белых. Минус 34. Фоллаут Лабора. Терять уже нечего. Все условия для красивого завершения сезона созданы. И понеслась. Активная защита создает яркое нападение. Поклонский и Маковский забивают с любых позиций. Минус 20. Минус 12. Сойтекс за оставшееся время запомнился разве что космическим ассистом Баранова. Маковский бросал свободное 3, чтобы вернуться на 3 атаки. Увы, мимо. Скрипко ставит точку, используя свой размер. БГУ забрали вторую половину и достойно закрыли сезон. Ждем в следующем и верим в процесс. И вот он финал. Для кого там дорога завершится именно здесь. Но глядя воскресным утром на скамейку Сойтекс, стало совсем грустно. Они играли вопреки без задней линии и номинального разыгрывающего. Но первая четверть заставила всех сказать ВАУ. Всего одно лидерство серебрянки после трехи Володькина. Молодежь Сойтекс в огне. Алюшин уверенно ведет команду за собой. Нереальная самоотдача на каждом сантиметре паркета. И как итог, плюс 8. Козлов пытается перевернуть ход игры со скамейки. Но Кулевцов отвечает. Уже максимальное плюс 11. И тут случается переломный момент. За 7.30 до сирены сгорает последний тайм-аут хозяев. И начинается неконтролируемое падение. Игнатьев уже на экваторе возвращает лидерство. Микрорайонщики добавляют в защите, заставляя Сойтекс ошибаться. Ключевой рывок 16-2 совершает артиллерия серебрянки. Слишком много опций в атаке. Увы, омрачила игру повреждения Бугаева. Не везет вас, слово, в этом сезоне. Пожелаем скорейшего восстановления. А тем временем Кулевцов звонким блоком пробудил Кракена. Кирилл Володькин просто уничтожил всю оборону Сойтекс. 19 баллов сняли все вопросы. Палу точных дальних от временчика уже слишком мало. И слишком поздно. Но команды не бросили играть. И нас ждало красивое завершение плей-ином. 63 балла на двоих порадовали зрителей. Пало сотня. Володькин настрелял 39. Почти все отметились на табло. Исполнив настоящий гимн атаки. Как и год назад за медали будет биться та же четверка претендентов. Сойтекс провели сильный сезон. И я уверен, что вернутся они сильнее. Всем спасибо за просмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА